домашняя церковь о которой павел говорит в римлянам 16 4 и церковь дома это не одно и то же домашняя церковь это когда глава семейства предстоит пред богом и вся его семья с ним они дома или на природе они вместе глава семьи пастырь его жена ассистент дети члены церкви в домашней церкви все прихожане на сцене все знают друг друга там сами поют и сами себе проповедуют и там каждый молится кто как может и таким образом все друг друга учат и друг у друга учатся здесь открываются таланты нарабатывается опыт учатся говорить и слушать терпеть и вмещать любить и прощать это библейская церковь самая натуральная к на нее такая церковь не привязана к зданию у них везде церковь это семья церковь и церковь семья в домашней церкви есть время для подготовки репетиции учить наизусть готовить проповедь есть официальное собрание это когда все одеваются делают прически и в назначенное время начинается собрание она уже немного похоже на собрание как по местной церкви или как домашний духовный концерт но это вырабатывает у всех присутствующих определенную ответственность обычно молодые копируют старших или кого-нибудь чужого кто кому понравился в домашней церкви вырабатывается естественное здоровое отношение к самооценке и к личному росту или росту личности в правильной самореализации собрание дома это собрание разных людей и в небольшом количестве домашней обстановке это менее официально но все равно скорее можно построить более доверчивые отношения здесь общением лицо в лицо лидером может быть хозяин дома а может и нет поэтому на настройку рабочей обстановке надо потерять определенное время когда новые люди появляются в чужом доме они не все ведут себя одинаково одни замкнутые а другие более свободные значит лидеру и хозяину дома надо создать рабочую дисциплину владельцу дома особенно детям надо научиться эмоционально делиться своей собственностью когда подобного рода барьеры пройти создается прекрасная атмосфера единства и взаимопонимания вот это так она не я которая была в деянии 242 в такой церкви тоже открываются таланты проявляются дары строится здоровые отношения укрепляется дружба особенно это выражается в молитвенной жизни люди молятся более искренне ощущая поддержку находящихся рядом но в наши дни появился еще один вид церкви дома ее называют электронная церковь или церковь онлайн это когда проповедники поющие где-то а люди у себя дома включает компьютер или телевизор и смотрят что где происходит более зрелые христиане к такой форме церковного собрания относятся серьезно одеваются приводят себя и свою семью в культурный вид как будто к ним кто-то сейчас придет в гости садятся за стол или на диван всей семьей берут библии и открывает их за проповедником поют с поющими встают на ноги или склоняются на колени и молятся с молящимися создают рабочую церковную обстановку но есть и другие отношения к электронной церкви или церкви онлайн в пижаме стал с тарелкой попкорна или другой еды в кровати собралась семья как будто просто посмотреть телевизор какое отношение к церкви в такой форме поведения однажды мудрый человек сказал халатная форма одежды порождает халатные отношения что мы ожидаем от просмотра христианской телепрограммы тем более с таким отношением можем ли мы быть частью служения по ту сторону экрана как мы можем применить свой талант проявить свои дары данные нам богом если вы одиноки или с вами маленькие дети и у вас нет возможности организовать домашнюю церковь или посещать церковь у кого-то церковь онлайн это действительно ваш вариант отнеситесь к этому очень серьезно сделайте себе жесткий график включайте компьютер в назначенное время к этому времени приготовьте себя приведите в порядок всю вашу семью ведь к вам сейчас в гости придет церковь да да именно ваш дом придет церковь ее жених вместе с ней иисус христос вы не столько идете в церковь сколько вы готовитесь предстать пред богом приготовьте библию блокнот ручку если слово будет касаться вас запишите что бог вам говорит пойте вместе с поющими молитесь вместе с молящимися чтобы дух святой наполнил вас там где вы находитесь чтобы вы были не просто зрителями а стали частью чьего-то служения это от нас зависит от нашего отношения к нашему духовному росту позвольте обратиться к тем кто говорит что бог нас создал без одежды он на внешность не смотрит да это правда но после того как адам с евой согрешили то им понадобилась одежда и в весь покрытый проказы в гнойных ранах бог обращается к нему говорит встань оденься припаяшь себя я буду говорить к петру в темницу пришел ангел разбудил его и говорит оденься обуйся припаяшь себя и иди если ты хочешь быть частью церкви следую божьему слову прилагай усилия стремись к тому чтобы бог прославился в тебе и через тебя главное не получить религиозную информацию а напитать свой дух духовной пищей да поможет нам бог будьте благословены